Кролик Пушистый задаёт фундаментальный вопрос. Добрый вечер, отразится ли на ценах такое сильное падение рубля по отношению к доллару и евро? А вы как думаете? Большинство потребительских товаров в Российской Федерации производится за её пределами. Потребительских подчеркнутотоваров. Мы покупаем всё, начиная от гвоздей, заканчивая паровозами, и я не говорю про электронику, одежду, обувь и прочее, прочее, прочее. Всё это покупается за американские доллары. Ну, так или иначе, но иногда за евро. Очень редко за юаней, и с юанями там всё очень плохо. То есть там юань может сейчас завтра китайское правительство обесценить, и будет вам привет. А такое уже случалось в три или четыре раза. У них там коммунистическая партия правит, она как хочет управляется с экономикой. Так вот, потребительские цены, то, что в первую очередь касается населения, взметнуться точно. Одежда, обувь, потребительские товары, бытовая техника подорожает колоссальным образом с опережением цен курса доллара. Потому что поставщики в панике, они закладывают некую ещё подушку для себя. А вдруг завтра доллар станет уже 110-120, а им нужно возобновлять товарную массу в торговле. То есть они сейчас продали при курсе 90, а завтра он 100, а послезавтра 110, естественно, они будут закладывать 120. Ну так устроен рынок, так устроены люди, и так устроена вот эта торговля. То есть бытовая техника, одежда, обувь, канцелярские товары, потребительские товары, всё. Бытовая химия в очень существенной части тоже должна подорожать. И самое главное, ну не самое главное, по крайней мере очень существенное, то, что касается всего-всего, почти вся упаковка импортная. Мы или будем заворачивать в газету, теперь, значит, продукцию, или будем платить за это. Вы обратите внимание на соки, вот, обыкновенные фруктовые соки, которые в магазинах продаются. Как изменилась упаковка? Появился какой-то серый дурацкий картон, обтянутый полиэтиленом. То есть это всё тоже тетропак, это тоже всё импорт. И очень важный момент, почему доллар повлияет. Огромное количество компонентов, даже то, что производится в России, ну, казалось бы, производится, например, мебель. Вот корпусная мебель, кухня, там всевозможные шкафы и так далее. Компоненты этого всего тоже импортные. Китайские, европейские и так далее, и так далее, и так далее. За всё за это платится долларом. Я вообще удивляюсь, много раз у нас в Телеграме возникала вот эта вот дискуссия, дескать, там, вот, влияет, не влияет доллар, там, туда, всё. Я вообще не могу понять, как люди не понимают, как устроено вот это вот всё. Ой, у нас долларов нет, нам не важно. Ага. Я вам расскажу один анекдот, который рассказывал очень многим своим знакомым. Они его знают, а вы, наверное, нет. А ещё где-то, ну, в начале нулевых, там, 2000-й год, может быть, даже 1999-й, я занимался торговлей компьютерами. У нас был небольшой магазинчик в центре города, и мы собирали, продавали компьютеры. И случился там, я не помню, ну, там, часто это случалось, какой-то рывок доллара. А, сами понимаете, компьютеры, как и сейчас, так и тогда, ну, были на 100% привязаны к валютным ценам. Естественно, они там даже тогда, вообще, цены все были в долларах-то. И, ну, резкий произошёл скачок цены. Магазин пустой, мы сидим, скучаем. Ну, люди знают, что там всё вот так вот случилось. И заходит такая парочка, ну, в общем, пожилых людей. Видимо, они ошиблись в двери просто. Ну, и раз уж зашли, надо походить, посмотреть. Абсолютная тишина в магазине. И они ходят, ходят вдоль прилавков. Там стоят принтеры, мониторы, какие-то системные блоки. Значит, какие-то видеокарты в коробочках лежат. Они так их смотрели, смотрели на это всё. И старушка говорит своему мужу, слушай, говорит, смотри, цены-то как поднялись. Это же, говорит, доллар подорожал. А он говорит, да, хорошо, что у нас долларов нет. И вот это мне, вот это мне запало в душу. И с тех пор я, ну, вот и сейчас сталкиваюсь с этой ерундой. Я не понимаю, как люди не улавливают вот этой связи. И как они агрессивно отторгают. Вот нет-нет-нет, у нас долларов нет, и нас это не касается. Мы же тут вот молочко покупаем, там хлебушек, картошечку, значит, покупаем вот в магазинчике. И вот она же наша картошечка. Почему она должна дорожать? Да вы поймите, тот, кто вам продал эту картошечку, он хочет купить себе Тойоту. А она стоит долларов. И цена на вашу картошечку будет включать вот этот рост долларов, понимаете? Ну, в общем, не знаю, сто раз это объяснял, сто раз люди не понимают. Ну, бывает. Но я продолжу, я продолжу, я терпеливый.